По всем параметрам превосходит тот, который действует. Потом приходят к администрации и говорят, ну вот мы приготовили проектик. Как будем? Или будем перезаключать? Один раз можно перезаключить. Или вот мы сейчас с этим выходим и будет опять то же самое. Здравствуйте. А что будет то же самое? Звасовка будет опять. И опять поехали. Нет, говорит, давайте перезаключим. И вот. Но это один раз можно сделать. А второй раз в любом случае нужно новый проект, все по новой. То есть получается, с одной стороны, это норма права, а с другой стороны, она сама скисает, как простокваша. Прошло три года уже, эта норма не действует. А уже шесть лет точно надо действовать. Степан Семенович, вы записываете уже, да? Хорошо. Значит, мы продолжаем рассмотрение вопроса о коллективном договоре. И продолжаем мы столь обстоятельно это дело. Почему? Во-первых, потому что у нас конфликтология. А конфликтология все-таки своей целью имеет не разжигание конфликтов, а их разрешение. А поскольку разрешение конфликтов опирается на известный опыт, поэтому вот мы на этом так достаточно долго и обстоятельно останавливаемся. Более того, само по себе таких позитивных разрешений конфликтов очень много. Что мы сейчас наблюдаем вообще в стране? Протесты всякого рода. Вот я протестую против того, чтобы вы сидели на этом самом, на том месте. Что из этого следует? Ничего. Ну протестовать же я могу, а вот и пальцами так далее. Я протестую. Так? А вы зачем опять сюда сели, как в прошлый раз? Я протестую против того, чтобы вы на одном и том же месте сидели каждый раз. У меня от этого левый глаз болит. И так далее. То есть вот сейчас вдохновенно рассказывают там по радио, протесты. А протесты что означают? Да ничего. То есть протест с точки зрения разрешения конфликтов нулевой имеет. Потому что если сейчас мы будем, значит, вы будете протестовать против того, куда я вам предлагаю пойти. Так? И каждый, значит, будет против этого протестовать. Но все вы пойдете домой в разные стороны. И вот если соберется сто тысяч человек, они протестуют. И потом сто тысяч человек пойдут своей дорогой. Ничего общего. Ничего их не сидит. То есть нельзя на отрицании, на протесте что-то построить. Построить можно на требованиях. И в этом смысле вот какой-то на фоне того, что сейчас мы наблюдаем у нас в общественно-политической жизни, то, что написано в трудовом кодексе, ну просто сказка. Потому что она выводит на то, что вы даваете работнике требования. Что надо вам? Ну сформулируйте, что вам надо. Вам надо? У вас стипендия есть? Нету? Вы просили дать вам стипендию? Ну если вы не просили, так и не получите. У вас нет почему-нибудь стипендии? Какой? Обычный? Хоть какой-нибудь? Нет у вас стипендии? Нет, не предусмотрено. Как это не предусмотрено? Вы платные у вас, что ли? А? Да. Ну вот у нас девушка одна была у меня, которая на платному. Но это зависит от того, какое у вас финансовое положение семьи. Если оно не очень сильное, то можно написать ректору, ректор есть фонд и перейти на бесплатные. Вот она написала и перешла, потому что у нас все блага в современной России носят какой заявительный характер. Вы просили? Не просили? Есть даже такой наполовину анекдот, наполовину шутка. Как экзаменатор собрал всех студентов перед экзаменом, говорит так, вы какую оценку? Кто знает на пятерку? Так, вы подняли две руки. Хорошо, записал. Так, кто на четверку? Тоже записал. Кто на тройку? Так, кто на двойку? Записал. Так, кто на двойку? До свидания. А эти подходите за четками. Значит, все выставил за четкой. Но вы же знаете, насколько вы знаете, зачем тратить время? Начнем-то заниматься. То есть, в этом смысле, вот, то, что мы и наблюдаем в самом Трудовом кодексе, что там от работников требуется выразить требования. Причем эти требования нельзя игнорировать. Почему? Потому что, если требования поданы надлежащим образом, то есть, условия там расписаны, то они должны быть рассмотрены. И может работодатель не создавать комиссию в случае коллективного трудового спора? Не может он не создавать. То есть, если требования выдвинуты, то столько же человек выставить, сколько выставили работники. Работники выставили там четырех человек. Их обязан работодатель освободить от работы на срок до трех месяцев с оплатой по среднему. Я вот видел, как первый заместитель генерального директора, первого контейнерного терминала, докера Каретникова, спрашивает, такой уже опытный докер, ну, суперпрофессионал. А у вас не разучились руки управлять? Нет, говорит, не разучится, ничего. А уже полтора месяца идут эти переговоры. Полтора месяца он получает зарплату. И он чем занимается? Тем, что он раз в неделю на два часа переговаривается с администрацией, а остальное время он ходит к работникам и все объясняет, что надо, о чем говорили, к чему пришли. То есть, получается, вот это время, которое выделено на оплате, это время для подготовки забастовки. А как вы иначе ее подготовите? И надо же ходить в рабочее время по цехам, по подразделениям, надо объяснять, какие нормы, как, что будет, что делать и так далее. Поэтому приходит он потом на переговоры и говорит, вы знаете, мне так понравились ваши предложения, вот в прошлый раз я послушал, я пошел к ребятам, они меня чуть не выгнали, чуть не убили. С такими предложениями, хотите со мной пойдете? Нет, тут не хотим. Конев такой зам по режиму. Один раз пошел, так позвал, я больше никогда не пойду туда, в бригаду поговорить. Там с ним поговорили. Объяснили ему многие вещи, да? Объяснили ему многие вещи, которые я не понимал раньше. Многие вещи ему популярно объяснили, да. Поэтому, можно сказать, что, при том, что у нас много всяких недостатков, минусов, в том числе в организации жизни, в законодательности, ну, в данном случае мы имеем пример того, что вот практика разрешения коллективных трудовых споров, то есть разрешения социально-трудовых конфликтов у нас, ну, предусмотрена законодательством, и наше законодательство достаточно хорошее. Некоторым не нравится, профсоюзникам горячим, что эта вот процедура занимает почти месяц. А вы что, за месяц подготовите забастовку? Да никак ее не подготовить. Поэтому, куда вы спешите? Ну, куда вы спешите? Потому что, если вы подготовите 45% коллектива, а 55% будут продолжать работать, это будет не забастовка, а что такое? Вы не работаете, значит, вам это выговор. Это вам тоже выговор. Второй раз будет уже уволен. А если больше 50%, извините, это забастовка, а во время забастовки можно увольнять? Нет. Локаут в других странах есть, а нашим законодательствам локаут запрещен. А локаут – это массовое увольнение. Ну, как расшифровывается массовое? Вот вы считаете, массовое – это сколько человек? Процентов 50 плюс. Давайте 100 человек одновременно. 10. Тохеры записали везде 2. А, ну ладно. Все, 50, до 22 их если уволят, все, скандал, это локаут, нарушение закона и так далее. Прямо в этот самый их. Да, так. Такое требование, вы какие хотите требования? Вы не хотите сказать, чтобы вас уволили? Так и пишите, чтобы вас не уволили. А вы так, 100 человек, ничего себе. Уже 99 уволили, а все, нет локаута. Это локаут. Так вот, локаут у нас запрещен. Хочу вам сейчас рассказать о той ситуации, очень острой, которая сложилась нигде-нибудь там в Тьму Таракане, а в Московской области, под Москвой, в городе Ногинске. В городе Ногинске есть старинный, старый хлебозавод, который работал в войну. И запекал прекрасный хлеб буквально до периода в три месяца назад. Потом в три месяца назад. Значит, как сейчас вводится, некоторых товарищей не оформили на работу. Они им, так сказать, выдавали зарплату, но они никак не оформлены. Это что означает? Это значит, что расчет пенсии не идет. То есть, как бы для государства вы нигде об это время не работали. Поэтому никакой стаж не начисляется, и суммы никакие не отправляются. Отправлять заработника кто должен деньги? Пенсионный фонд. Работодатель. Причем работодатель не из зарплаты это отправляет, а в процентах зарплаты. То есть, если взять фонд зарплаты, то вот все отправки, которые должен сделать работодатель, там пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и так далее, они и налоги на персонального работника. Почему стараются, значит, лучше вы будете один-двое суток работать, чем вы двое будете по 12 часов. Потому что платить надо будет налоги за каждого работника. Чем меньше работников, тем лучше. Поэтому стараются сделать больше рабочее время и, соответственно, меньше платить. Работодатели. А работники этому помогают. Чем они помогают? Вот один просит, а можно я выйду с верхурочной выходить? А вы тоже хотите? Выходите. Два работника вышли, по 4 часа поработали с верхурочной. Так это значит, вот этого можно третьего уволить. Он зачем нужен-то? Уже два вот этих товарища, они же работают за себя и за того парня. Поэтому не так обстоит дело, что вот есть только злодеи работодателей, а товарищи работники молодцы, они справедливы. Где же справедливы, когда они вытесняют своих же товарищей тем, что они идут, просятся на работу, а потом умирают замертво, падают на работе сплошь и рядом. Так вот сейчас, в Ногинске, значит, 3 месяца назад, уехал куда-то тот работодатель, который даже всех и не оформил, не выплатив зарплату. И зарплата не выплачивается 3 месяца. И работа остановлена. И работники остались, так сказать, ни с чем. Вот сейчас осталось их 50 человек. Значит, зарплату не выплачивают, значит, им не до что жить. Ну вот последние сведения, которыми я располагаю, что они написали письмо администрации президента о том, чтобы национализировали это предприятие, поскольку скрывается этот собственник. Во-вторых, они должны написать обращение в корпоратуру, потому что не выплата зарплаты, карается уголовная ответственность. Этого люди не знают. И не знают другого, что если вы не напишете, вот если вам не платят зарплату, а вы вот жалуетесь, мне не платят зарплату, нам вас жалко, и все. А если вы напишете в прокуратуру, ну прокуратура должна что делать? Возбуждать уголовное дело. Потому что есть статья в кодексе. Статья эта родилась не случайно, она тоже родилась в пути конфликта. Потому что после бурной перестройки 90-х годов у нас не выплачивались по полтора года зарплаты работников. После этого, значит, работники в Сибирь вышли на Трансибирскую и ставят все на прессии и перекрыли движение. В прокуратуру каждому персонально. Теперь вот если вам не заплатили, вы должны знать, сколько вам не заплатили. У вас одна сумма, у вас 2, у вас 3, у вас 4. А просто так деньги никто не дает. Деньги дают какие-то из определенных дни, которые вы отработали. Этого не сделано. Зато, значит, наши товарищи в Москве приехали туда. Товарищ Иванюк и товарищ Горбушкин, который является сопредседателем Российского комитета рабочих. И призвали работников образовать в профсоюзную организацию. И ее не было. И вот она 2 дня назад образована. Называется «Хлеб». Профорганизация. Значит, уже теперь профорганизация имеет возможность обращаться и в прокуратуру, и, значит, вот она сейчас будет обращаться к губернатору Московской области и к губернатору, и к главе администрации города Ногинска. Дайте нам вот эти деньги, которые нам не выплатили на зарплату из фондов соответствующего уровня, то есть из Ногинска или из Московского областного бюджета. А потом заберите их у тех, кто нам их не заплатил. Потому что тот, кто убрал, директор предприятия и собственник его, он жулик, он забрал деньги чужие. Если вам не выплатили зарплату, значит, я у вас укром, если я должен был выплатить. Ну, значит, он в гору. Так вот вы эту гору заберите, обратно себе в бюджет можете, с процентами. Да еще и уголовное дело возбудить. Пусть посидит, поработает. Своим трудом что-то такое создаст. Хлеб он не сможет, конечно, испечь, но что-то пусть сделает. Но пока ситуация такая, что вот люди 3 месяца остаются без зарплаты, есть нечего. Денег нет. Работа сейчас тоже нет. Куда сунешься как просто? Тебе там тоже немолодой состав, как вы понимаете, на заводе. Поэтому не так просто устроиться. Из Подмосковья едут в Москву на работу, а тут вообще город Ногенского, хоть он близко к центру, и вот такая ситуация. Вот, поэтому то, что мы с вами разбираем и столь подробно разбираем, связано с тем, чтобы люди приобрели умение созидательно это все разрешать. Не просто кричать против и говорить, что мы возмущены. Вот я возмущен, что вы еще до сих пор не сделали доклад, поэтому предоставляю вам слово. Волшебно. Я возмущен, что мне не предоставляли слово так долго. О, хорошо. Так, не встать, сесть. На мой вкус. Ну, лечь и есть. Думаю, что лечь было бы нескромно. Буду, может, он будет вот так, я думаю, что вы двиньтесь это сюда, потому что вот звук идет сюда. Вот сюда будет это лучше. А иначе вот вы все выступите, а меня будет слышно, а вас нет. Это будет несправедливо. Будет обидно. Да, можно протестовать. Да, забастовку устрою. И одиночную, но неважно. Одиночная это не забастовка, а пикет. Употребляется правильно понять. У меня будет забастовка, потому что я буду один за всех. Это очень большое. Да. Говорят про коллектив. Тогда вам надо еще перекусить. Ну, еще раз сто, думаю, будет, и вот на троих покачу. Так вот, говорят про коллектив. Нет, сначала надо фамилию, отчество. Вы находитесь в определенном положении. Я, Рубин Валлиянин Дмитриевич, нахожусь на, что за факультете, а? Института Санкт-Петербургского государственного университета. Института философии. Чего, чего института? Неважно. ФФФ? Института философии. Ну, это понятно. СПБГУ. На третьем курсе конфликтологии. Сейчас я буду... Убедительно. Рассказывать рецензию на коллективный договор 2005 года фирмы ЗАО первый контейнерный терминал. 2005, извини. Я взял 2005 года. А, окей. Имеет право. Мне было интересно. Говоря про принципные договора различных фирм и сообществ, следует в первую очередь понимать тот факт, что в каждой сфере присутствует определенное количество аспектов, которые, на первый взгляд, не будут понятны человеку со стороны. В связи с чем я заранее принесу свои извинения, я с моим восприятием буду не самым точным в связи с тем, что никогда не встречался с такой свередением. Вы-то не со стороны, вы же вошли в сердцевину этого дела. Я постараюсь, если можно, глубже в процесс работы в Порту, но пока что не получилось достаточно глубоко. В таких делах скромность ни к чему. Надо сказать, вот если вот... Вот представляете, человек защищает кандидатскую диссертацию, ему трудно, нужно себя переломить, сказать, я первый, впервые это сделал. Если ты впервые ничего не сделал, нет новизны, тогда твоя диссертация никуда не годится. Это дипломную вы можете так делать. А если докторскую, я открыл новое научное направление в науке. Если я скажу, что я не открыл, скажу, проходите. Посаживайтесь. Проходите, да. Докторская дает только тем, кто либо новое направление в науке открыл, либо обобщил какое-то решение какой-то проблемы, имеющие важное народно-хозяйственное и культурное значение. Поэтому, как это вы имеете в виду? Такая и не кандидатская. Да. Но плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Хорошо, я самый первый человек, который делает рецепт на договор 2005 года. Зовем первый как тендерный терминал. Поэтому надеюсь, что мое мнение будет максимально идеальным. Потому что я считаю, что оно таково. Не мнение, а знание. Это у них было мнение, когда до вас выступали. А у вас уже знание. Хорошо, у меня будет знание. Введение, насколько я могу судить, написано более чем грамотно. Ибо единственным аспектом, который смытью меня за все время чтения, является лишь отсутствие уточнения, что 10-ми дневный срок должен быть либо календарным, либо это должны быть 7 рабочих дней. Однако все прочие аспекты введения показывают, что обе стороны, при заключении договора, подошли к процессу адекватно, приняли во внимание все возможные подводные камни, включая размножение копий договора и принятие во внимание пенсионеров, которые уже не трудились в организации на момент подписания. За такой подход к делу я объективно могу лишь похвалить обе стороны, которые не стали относиться к трудовому договору как к документу, позволяющему просто в случае чего сказать еще рабочим, что все по договору, не важно, что вы его ни разу не видели и не читали. Но дальше есть пара моментов, которые меня смутили. В основном, и основной из них тот, что работодатель обязан увольнять бригадиров в лишь согласие правкома, что подводит меня к мысли о том, что весьма веряется коррупционная схема, где бригадир находится в дружеских отношениях с правкомом, в связи с чем у работодателя нет практически никаких шансов заменить его на позиции, связи с недовторительными результатами, которые, быть может, не подходили бы по ТК РФ на все 100%. Вам шашечки или ехать надо? Если вы хотите, чтобы работа была хорошая, так вот вы добейтесь того, чтобы бригадиры устраивали докеров. Если вы этого не добьетесь, у вас ничего, работа не пойдет. Вам важно показать, что вы начальник, или важно иметь большие и хорошие финансовые результаты? Вот как стоит вопрос. Поэтому работодатель с этим согласился. Я понимаю, почему работодатель с этим согласился, но просто надеюсь, что это не привело ни к каким проблемам. Это говорит о мудрости работодателя. Это я тоже не спорю, что работодатель изначально показан как достаточно мудрый. Вы знаете, в чем разница между умным, очень умным и мудрым человеком? Мудрый человек не отвечает на вопросы, а спрашивает в ответ. Нет. Умный знает выходы из любого положения, а мудрый просто туда не заходит. А очень умный? А очень умный. Он знает, куда идти вперед и помогает другим туда же идти. А очень мудрый еще не родился. Он догадался не родиться очень умным. Нет. Это у нас всех, на очень мудрых у нас кандидаты присутствуют. Именно здесь. А ради чего мы убьемся? Логично. Правда? Согласен. Все ответственно, на чем я остановился. Ага. Вот. Естественно, убирать этот момент я бы не стал. Однако я бы задумывался о том, что такие вещи можно делать было бы в связи с правкомом, либо работодатели и рабочие, в частности, а не их представители, дабы всегда была возможность заменить кого-то на руководящую должность бригадира. Лично я бы не согласился подписывать договор. Всегда есть возможность заменить на другого такого, с которым согласован с правком. Ну вот, да. В котором находится такая дыра к неувольняемости бригадира. Естественно, я не могу на все 100% воззнаить то, как проходило бы это в реальной жизни без опыта работы в схожей сфере деятельности. Однако мой опыт работы в частности говорит о том, что рабочие и их правком зачастую имеют более близкие дружеские отношения, чем-то требует рабочая атмосфера. А вот отношение с работодателями естественно далеко не всегда так идеально у всех в коллективе. Ибо работодатель как капиталист, желающий получить то можно больше прибыли при соблюдении всех законов, зачастую не будет толератия к таким вещам, как небольшие опоздания, несоблюдение субординации, иерархии и тому подобное. Это большой друг. Да. Видите, разница? Большая дружба и большой друг. Большой друг следит за тобой, но любя. Да. Далее идет довольно большая глава про аспекты работы, связанные с обучением новым видом деятельности, тому, каких работников в какой ситуации можно увольнять, от них нельзя и тому подобное. Я бы сказал, что это наравне со следующей задней главой по охране здоровья и труда одна из важнейших тем для прописывания в декоративном договоре, который нужно было заключать с полным пониманием в сфере деятельности, связанных с ней рисков. Глядя на текст, можно абсолютно точно сказать, что права рабочих стоят в данной организации на голову выше права работодателя, что, естественно, учитывая то, что работодатель и так получает максимум прибыли при минимуме риска по отношению к своему здоровью. При этом, рабочих все так же можно сократить по-человечески, без вечных обсуждений с правком им о том, насколько хорош каждый конкретный работник. Некоторые сроки и прописанный аспект, конечно, ставят в тупик человека, незнакомого настолько близко с тем периодом времени, в который был описан договоре, а именно середина нулевых годов нашего столетия. Так как объективно вызывают вопрос такие аспекты, как 2 года до выхода трудовой пенсии, 3 года за дня увольнения с другого места работы по причине того или иного опьянения, 15-летние дети или матери-одиночки. Почему 2 года? Почему 3 года? Почему 15 лет? Хорошие вопросы. Однако, учили то, что в любом случае такие сроки следовало прописать и без них работать нельзя было, само наличие у оных текста уже достаточно. Все остальные аспекты, я уверен, могут быть так или иначе проработаны во время взаимодействия правкома и работодателя. Как я уже сказал, вопрос поддержания здоровья работников на производстве, предзвонять их на таком опасном виде деятельности, как погрузка и перевозка тяжелых грузов в любую погоду, в любое время года, стоит особенно остро. И, насколько я могу судить, при составлении коллективного договора этому пункту было уделено больше всего времени. Ну, если откладывать все приложения, в которых была просто механическая работа по составлению... Вы бы на вопросе о том, что права работодателя ниже, чем права работников, не могли бы остановиться? На сколько надолго? На сколько? А вот я сейчас вам некоторую информацию дополнительную дам. Вот если я работодатель, а вот здесь сидят работники, то вот я вчера посоветовался вот с этим товарищем и решил эту организацию закрыть и уехать на Канаде. Могу это сделать? Ну, Майдивы. Вот и все ваши права вместе с профсоюзом, согласование и так далее. А если быть более конкретным, вот была там, значит, был там собственник, такой маленький миллиардер, Южилин, двоюродный брат генерального директора, или директор генеральный двоюродный брат этого маленького миллиардера. Маленький миллиардер имеется в виду, что всего два миллиарда было. Ни о чем. Ну, вы понимаете. В рамках какого миллиарда? Вот видно, что наконец вот пришел зрелый человек, достаточно худой. Без очков. Так вот, а теперь пришел другой собственник, Global Ports. Это большая международная компания. Ей эти суммы ничего не значит. Они решили, что они будут развивать портки, находки там и на Дальнем Востоке, у Тихого океана. Там очень хорошо. Я там ездил туда. Там действительно хорошо. Там в тюрьму посадили председателя правкома. Для работодателей просто вольготная жизнь. Он уже вышел из тюрьмы, все в порядке. А вы выбрали в процессе пока старости? Выбрали, ну, да. И бухгалтера заодно. Там другие отношения. Там не такие коллективные договоры. Там не так вот. Такого нету, как вы сказали, такого прямо так. Обладал. Там действительно работодатель возобладал над работниками. Но при этом, значит, что может, что сделал этот Global Ports? Он, конечно, не стал закрывать компанию. Он стал уменьшать объем грузов. Вот, ни профсоюз, ни отдельные работники, вы на объем грузов повлиять не можете. Никак. И ничего не написано в коллективном договоре. И стало груза меньше. А стало груза меньше? Меньше работали. Меньше работали. А меньше работали что? Надо увольнять. И тогда, вот то, что вы сказали, что оно вверх, так сказать, над работодательное, свелось к чему? Что кого увольнять? Значит так, вы член профсоюза докеров? Жаль, вас не будем увольнять. А вы член профсоюза докеров? Нет. Нет, жаль, что с вами расстаемся. И первый контрейнерный терминал оказался единственной организацией вообще в России, в которой остались только члены профсоюза. Ни одного нету ни члена профсоюза. Всех остальных уволили. Одних, правда, уговорили уже пожилых, сказали, вот вам пять окладов, ну уходите лучше по добру, по здоровому. Пять окладов, пять по 90 тысяч, пять в 9, 45, 450 тысяч, как вроде как понравилось. Ну приятную сумму. Раз, два, три. И так далее. Короче говоря, нету там ни одного ни члена профсоюза, а профсоюза два, наверное, вы заметили там профсоюз докеров, которые совместно с другим профсоюзом, профсоюз работников водного транспорта, создали единый орган представительный, ЕПО, единый представительный орган работников. И вот эти два профсоюза, они, так сказать, и записали, что вот, это вы не отметили, вы отметили, что вот там бригадировок назначает, да уволить нельзя ни одного докера без согласия правкома. Вот за это они, последняя забастовка, которая у них была, за это. Потому что если его можно уволить, то ему эти вот все пункты, которые будете рассказывать, неинтересны, потому что вот все это вот будет для вас, для вас, для вас. Но не для тебя. А вы можете посмотреть, как люди живут со стороны. Со стороны, она же виднее, говорят. Вот и будете виднее смотреть. Поэтому вот такая штука. Речь идет на самом деле о том, что здесь достаточно прочная социальная защита. То есть докеры защищены от произвола работодателя. А от серьезных и хороших вещей, таких фактов, чтобы докеры мешали развитию производства, их нету, потому что от развития производства зависит что? Объем грузов и зарплата. Поэтому они идут и работают. Ну, поэтому еще и работают. Я в конце это отмечу. Я надеюсь, я не избил вас с пути. Не, у меня все записано нормально все. Я сидел и писал, будет чудесно. Не могу сказать, что хотя бы один аспект связан со здоровьем было позже предсоставление, так как даже наличие в доступности аптечек было оговорено, а также время на прогревание помещений при работе в низких температурах. Причем было указано точное количество минут, которые нужно потратить при прогревании помещения при температуре минус 20 в таком-то ветре, при температуре минус 29 в таком-то ветре. То есть, проработано все было очень-очень точно и идеально практически. Но есть, правда, несколько аспектов, которые, за вами ощущения, меня все же снова смутили. Например, дикте слово о том, какого уровня медицинская помощь будет оказываться рабочим в медкабинете. Будет ли там находиться лишь санитарь или медсестра, которые в птической ситуации смогут определить перелом ли у рабочего или обычный вывих? Будет ли там опытный врач, который сможет и определить какие травмы сходу? Но если да, то какого уровня у него будет зарплата? Будет ли она зависеть от времени года? Будет ли меняться уровень оказания помощи при понижении уровня прибыли организации? Аналогично, я несколько смутил пункт про единовременные выплаты рабочих, которые указывают, что помощь оказывается при получении травм на производстве в размере 16 минимальных зарплат присутствующих на производстве. Если подразумевается 16 минимальных зарплат на должностях, в следующих уровня занятости рабочей его квалификации, то это достаточно адекватная сумма и оправданная. Но если берется минимальная оплата туда по организации, в чем я сомневаюсь в том, что сказано все-таки про производство, значит, если это производство, значит, это все-таки оплата докеров, и там, я напомню, сколько помню, была указана минимальная оплата 6600 рублей в этот момент, тогда в целом претензий к этому тоже нет. 16 оплата по 6600 рублей для середины нулевых годов это нормальная сумма для лечения большинства травм, насколько я могу помнить. Соответственно, это также не может умолить то, что договор в этой главе был составлен хорошо и без опускания никаких важных деталей. Далее нас ждут пункты, которые важны почти на то же уровне, что и предыдущие, но, как мне кажется, они в иерархии потребностей стоят пониже. Они не затрагивают жизненно важные аспекты деятельности рабочих, и такие вещи, как отпуска, и заработную плату возможно предъявлять при встрече с работодателем лично. Однако, естественно, наличие данных вещей в договоре в отдельных пунктах определенный положительный аспект, потому что мы видим, что эти два пункта тесно связаны трех с другом, так как и отпуска, и оплата тесно связаны с жизненными ситуациями рабочих, и тем, сколько времени они отработали в условиях, связанных с риском и опасностью для жизни. Высотные работы, сверхурочные, ночные, при работе с опасными химикатами и так далее. Мне кажется, несколько странно точное перечисление того, в той ситуации вододатель обязан давать работнику отгул. Так как, например, вероятно, адекватно было бы давать отгул по случаю ухода в вооруженные силы не только, когда это сын, но и ситуация, когда у тебя уходит лучший друг, твой брат, жених, дочери. Ну, множество ситуаций могу придумать, которые могут быть примерно того же уровня, что и в армию уходит твой сын. Я попрошу вас сделать паузу, чтобы дать вам дополнительную информацию. То есть, это вот может показаться, что я хочу требовать так много, дополнительные какие-то дни отпуска. Значит, действительно, у ранее, еще более ранних в рясах коллективного договора отпуск у докера был 55 рабочих дней. 55. Это один момент. А в связи с чем? В связи с тем, что у них, вы не посмотрели, сколько у них они за смену должны поднимать грузов? Ну, вероятно, если я посмотрю, то я это для себя конкретно не отметил. Ну, сколько вы думаете? О, хороший вопрос. От этого зависит, сколько надо после этого отдыхать. 24 тонны в сутки. Не в сутки, в смену. 24 тонны стоит. Вот сейчас и в этом договоре, и в новом стоит 24 тонны. Ну, было время, когда еще было больше. И главная проблема, которая у них есть со здоровьем, это профессиональная болезнь, радикулит. А как получать такую профессиональную болезнь? Я вот был однажды на субботнике в порту и поработал на легкой работе. Кстати, рассказывали. Да. При поднимании грузов скапывается пот на спине, так как там холодно, А там не просто холодно, там мороз. Это же... Ну, там минус 20 градусов они пишут. Ну, так, значит, вот... Ну, я-то один день работал, это никак... Правда, у меня, как и тот здесь, сука, выскочила на руке. Но через три месяца прошла. А в Дохере, там работают постоянно. То есть, люди находятся в ситуации, когда они наверняка получают радикулит. И они добились того, чтобы им засчитали, вызывали медиков, засчитали им эту болезнь, радикулит за профессиональную. И они вот пачками отправляют людей на инвалидность. И они также члены профсоюза платят один процент, уже они два. Вот. Ну, и уже они сами понимаете, инвалид есть инвалид. А они здоровые, молодые, крепкие вроде, с виду. Ну, вот они. Поэтому наличие дополнительного свободного времени это известная компенсация, которая позволяет не допустить необратимых изменений. А необратимые изменения приводят к инвалидности. И очень быстро. Поэтому это никакой зарплатой не покроешь. Ну, что, ну, купите много на эту зарплату этих всяких лекарств. Хоть переешьте их. Поэтому, хотя это кажется, ну, что это такое, столько, столько дней отпуска и так далее. По идее, там нормальная была бы работа, когда после такой работы каждый день следующий можно было бы давать выходной. И то нет гарантии, что они не получат профессиональное заболевание. Потому что такая работа. Нет, я с количеством дней отпуска более чем согласен. Меня именно... Так вот, товарищи докеры, они, вот вы-то согласны, они-то на переговорах с работодателем, вот сидели с работодателем и стали им говорить один, второй, третий, а сидели секретари правкомов. Что давайте, вот мы вам лучше, повысим зарплату значительно, а эти дни отпуска уберем. Я вот объяснял товарищам докерам, что это, к чему это приведет. Вот так вот вы можете, сколько у вас бы хотеть, 30 дней опыта, хорошо, остальные 25 дней работайте без оформления, получайте себе, отпускные будете получать, и плюс то, что вы заработаете, если вам деньги очень нужны. А вот это, вы сделаете так, и все эти деньги ваши растворятся. Так и получилось. Они все-таки погнали за этими деньгами, которые им вот дают прям вот готовые живые деньги к зарплате. Но на следующий год инфляция их спокойно съела, а обратно, значит, 25 дней к отпуску не вернешь. И они уже вернуть и не могут. Это надо какую-то страшную забастовку проводить сейчас. и в тех условиях, какие сейчас есть, я имею в виду обеспечение работы, когда работы мало, поскольку ее могут просто перерегулировать. Раз это global ports, то есть он может перегнать просто грузы в другое место, где нет забастовки. А здесь вы будете находиться в условиях, когда у вас недостаточно работы, и поэтому вы получите нормальную зарплату. Вроде бы как ничего такого не делается, все это, как вы сказали, что превышение компетенции или уровня контроля со стороны докеров, нет, все равно, если администратор решает вопрос, как организовать производство, этим все решается. Он может вообще его остановить, перевести в другое место и создать необходимый недостаток рабочих мест и так далее, и тем самым решить по-другому эти вопросы. Продолжи, пожалуй. Продолжайте. Соответственно, и похороны слишком точно описаны, так как там было точно перечисление родственников, на похороны которых можно брать отпускные дни, но там перечисление было максимально точное, и несколько родственников исчезли, прабабушка и еще парочка были опущены, то есть еще не такое, что, ну а что делать, если человек там, единственный родственник остался прабабушка или такой племянник, она умерла, и все, а отпуск ему не дают, потому что это не прописано договоре. Но я верю, что такие случаи были всегда объективно решены в пользу работника каждый раз. не верят, никто не верит. То, что нету в договоре никто платить за это не будет, ни копейки. И наоборот, если в договоре записано бабушке давать в случае смерти бабушке, то есть ему давать отгул на похороны бабушке, значит будет, и все. Обидно. Представляете, вот сейчас я пойду, скажите мне денег, на каком основании? На каком основании? На какой-то основании? Коллективный договор является основанием. Вот вписали туда, это основание, нет, не основания. Вы можете написать заявление на имя генерального, любое, как вы можете сейчас на имя ректора написать, прошу мне дать именную стипендию в связи с тем, что я отлично сделал доклад такого-то числа 28-го в севере. Можете написать? Напишите. Я могу подтвердить, что доклад отличный, но решать-то не я буду, а кто будет решать? Ректор. В какой срок, наверное, месячный? Ну, месячный, да, там, 30 календарных. Пожмет плечами, скажет, мы тут думаем, как переехать всем университетам в кампус. В шушары? В кампус, а вы тут какие-то просите деньги. Вот когда будем переезжать, тогда дадим. Ну, я думаю, что это все, все еще меня не убедит, что нам нужно в шушары, даже если нам все по именной стипендии выпишутся. Тогда тем более вам еще давать деньги такие, раз вас не убедить. Вот если бы вы пришли и сказали, я горячий, напишите в начале, я горячий сторонник переезда на университетах в шушары. Прошу с этим повысить мне стипендию на сколько-то рублей. 20 рублей накидут. Скажут, ну молодец, братан, вот тебе 20 рублей. Жалко, что на сессии завалишься. Ну и потом надо вам же все эти накидки с надписями все это сделать. Это же тоже расходы, правда? 20 рублей уложим все. Едите в метро, написано там, переезжаем на полях бывшего со входа колхоза. Чисто поле. Там просто ничего нет, Андрей Юрьевич. И говорят, что первым делом будет там создан медицинский центр. Это как понять? Что отсюда будут лезть туда в медицинский центр и ездить? Учиться здесь, а там, если вы кашляете, то приезжайте туда. Приходишь на пару, препод говорит, ну слушай, я не верю, что ты болеешь, давай в наш медицинский центр съезде. А там февраль и холод минус 30. Ты туда ездишь и умираешь по дороге. Какой холод? Холод в Антарктиде, а там это вполне тепло. Ну а это приехал молодой человек из Геленджика. Первая зима, минус 30. Он такой, ребята, я на это не подписывал, все, и умирает вот с холода. И все. Грустно будет очень такая ситуация. А в холодоговоре не прописано, что к другу приходить. Столько к бабушке можно. Я беду. Все прописано, то основание для выплаты денег. Вот холодоговор является основанием для соответствующих выплат. Если он заключен, это все. Дальше у нас был момент про минимальную ставку в 6600. И в целом она на 2005 год кажется достаточно адекватной. Сколько я помню, там зарплата были в районе, ну, средние, небольшие зарплаты у офисных работников около того были в районе 10-15 тысяч рублей. И, я так понимаю, минимальный оклад 6600, это подразумевает то, что за приход на работу, а за все остальные аспекты это уже заплачивается за сверхурочные, за конкретно разгруженные грузы и так далее. Соответственно, должно быть нормально. А минимальный оклад... И приработок за то, что быстрее разгрузили, чем по нормам. Ну, да. И оклад минимальный, верят, нужен для того, чтобы вот в ситуациях, когда была травма и нужно выпустить компенсацию, можно было от чего-то считать. То есть там 16 по 6600 рублей выплачивается. А еще нужно для того, чтобы в следующий раз в коллективном договоре повысить эту минимальную ставку и сразу все, все, все зарплаты автоматически повышаются. Приятно. Приятно, что вот задатель прописывал сроки выдачи зарплаты при всех случаях. Ну, а что делать работодателю? Ну, надо дружить с коллективом. Работать-то будет коллектив, а не работодатель. Ну, он один не справится, я думаю. Так вот. Приятно, что работодатель прописывает сроки выдачи зарплаты при всех случаях, начиная от ухода работника военной силы РФ, заканчивая банальным отпуском. Далее у нас... А вы обратили внимание, что работодатель-то не подписал коллективный договор? Нет, я думаю, подписал. Вы думаете? А вот вы видели этот большой такой текст? Си... В нем есть там на отдельных страницах печати работодателя, работника, а в конце нету председателя правкома и генеральный директор. Вы видели обычно вот такой договор, пишут, пишут, красиво так, а в конце написано генеральный директор Иванов, председатель правкома Петров. Ассумировал, что если этот договор был выложен на, по-моему, на сайте Рабочая Академия и на сайте, по-моему, еще на парочке, я думал, что он подписан. Думаю, если выложат, что это значит, его подпишут. По-моему, наоборот, если подпишут, выложат. Так вот, рассказываю, товарищ саржент, председатель этого самого ИПОР, говорит мне, что делать, и подписывает генеральный, и намекает, что подписать ему не дадут. Не дадут. Почему? Ну, акционеры не дадут, потому что они хотят, что вы же генеральный директор или акционер? Акционер, конечно. Вот сидят акционеры, а мы с вами кто? Никто. Нам скажут, уходите, мы пошли. Приятно, что вы дадите в аниме подписаться. Я ему говорю, Александр Иванович, дорогой, у вас, смотрите, каждую постранично все по всем пунктам все подписано. Обеими сторонами. Так? Вот в этом. Посмотрите. Это уникальное. Вы таких больших книг не найдете. Посмотрите, там печати стоят и подписи. Это большая у вас? Толстая белая? Нет. Тут лежало. Белая нет. У этого не в белой. Это в такой вот, такой, Это уже такой красивый экземпляр сделан. Копия. И там стоят печати и подписи. Я говорю, да вот, вам-то все равно в конце эта подпись или в начале важно то, что все пункты действуют. И все. Поэтому что делать? Печатайте этот свой коллективный договор и отдавайте 30 штук в администрацию. Они отдали 30 штук в администрацию и все пошло. И разговора об этом не было. И никто не вспоминал, что он в конце не подписан. Потому что он в профсоюз там дегенеральный. Устали, ребят, я думаю. Там уже поздно это было. Да. Далее идет разговор о, так сказать, приятных бонусах. Путевки, автобусы, столовы. Объективно говоря, как по-моему, такие пункты не могут являться обязательной программой при значении трудового договора с работодателем. Я имею в виду часть про поддержку многодетных семей и прочий аспект, а не доступ к еде. Надеюсь, это понятно. Но в коллективном договоре им объективно самое место. Интересно посмотреть, в каких условиях докеры принимали пищу в столовых и в каком состоянии был маяк. Ибо если там все постоянно было на адекватном уровне, там поддерживался порядок, там поддерживалась культура питания и все остальное, культура отдыха, естественно, то это звучит очень положительно. Но если там все, к сожалению, работало не так радушно, как могло бы быть, тогда это обидно. Тогда вы докера вели забастовку. Там очень хорошо кормили. Там, значит, меня как консультанта приглашали в столовую и там, пожалуйста, лагман, значит, обязательно вам стакан сметаны перед началом кушать. Просто стаканчик для начала разговора и так далее. И прочее, прочее, прочее. Выбор блюд очень богатый, народу нету, все очень хорошо приготовлено, потому что если там будет что-то не так, завтра уже будет вопрос о том, что нарушение коллективного договора не обеспечено качеством блюд. Ну, логично. Окончание первой части договора отрагивает сам правком, что, естественно, важно именно как часть общего договора, который показывает, что правком это все же не третья сторона в данной ситуации, а часть рабочих, защищающих их права. И там все достаточно логично. Идет впечатление того, какие помещения должны быть переданы в пользование правком. Идет разговор о том, что правком должен иметь возможность заниматься своей деятельностью без потери работы по причине отсутствия их портовой деятельности и так далее. Тут, естественно, даже добавить нечего. Все понятно и ясно. Правком должен иметь доступ к определенным привилегиям, дабы его только как защитника-работника, рабочих, не оставалось бесполезным и мог поддерживать его и дальше. Так, если представители правкома уволят... А в чем тут привилегии? Ну, он может... Ну, нет. Я бы слышал немножко иначе, что правком при выполнении своих обязанностей как члена правкома должен иметь возможность все же их выполнять, а не... Да, поэтому надо ему дать компьютеры, машинки для того, чтобы измельчать бумагу, которые... И надо, чтобы другие знали, что там написано, интернет, все базы правовую и так далее, уборку этих магазинов, помещения сделаны. Это не привилегия, это то, что необходимо для работы, представители работы. Да, хорошо, что необходимо, правкома организовывается. Необходимо или привилегия? А вы как преподаватель выступаете? У вас такие привилегии, вот смотри, он сидит, даже лежать может. Сидит, да, больше лежать. Это явные привилегии уже. Привилегированный класс ты, Ваня, так мази, раскулачил тебя. Будешь у нас работать за старым компьютером, как причинен правкома. Будешь руками все писать, все документы, и чтоб жить в 14-й. Или часовым поставят вас в ворот, будете здесь стоять. Кстати, самый последний пункт, связанный с соблюдением букв данного договора и того, как будут приготавливать новые договоры, кажется мне важным для понимания того, что правкома работодатели создали этот договор действительно не в качестве закона обязывают, так как такого закона нет, а именно для того, чтобы в дальнейшем их взаимодействие друг с другом проходило максимально комфортно по всех сторон. К сожалению, по недавно полученной информации от Михаила Васильевича, комфортного общения не бывает между работодателем и работником, так как работодателю невыгодно перезаключать трудовой коллективный договор. Почему? Это комфортно? Ну, комфортнее, чем... Ну, мы с вами все время сейчас ругаемся, только подчеркивают нашу дружбу, у нас дружба настоящая, а если не ругаются, это не дружба, это обман народа. Как говорил Козер, хорошие отношения, конфликт переживут, а плохие отношения конфликта будут разрушены, поэтому отсутствие конфликта не значит, что отношения хорошие. Так что вот, да, действительно, тоже вот вариант взгляда на ситуацию. Но есть люди, которые любят конфликты, они тут собрались в этом зале. Это их мечта. Только не разжигать конфликты, а разрешать. Изучать их хотя бы для начала. Ну, изучать, не только изучать. А что, просто изучать и ничего не делать? Ну, как-то надо как-то влиять на них. Хочется принимать что-то участие в разрешении, а не в создании. Единственное, что мне надо, это интересно, было написание статьи, это то, каким образом в таких организациях первоначально устраивают правку. При начале работы, при забастовке рабочих, еще в какой-либо ситуации. На данный момент этой информации не обладаю. Надеюсь, в дальнейшем, после проведения поисковой работы, получить эту информацию. К сожалению, я ее пока не нашел, но надеюсь, в дальнейшем все-таки встречу эти данные. Сложно оценить вторую часть договоров, которые идут с плашным текстом приложения, выписки из законов и таблицы, повествующие нам о том, в каком именно качестве и количестве должны проходить те или иные работы, в каком количестве работник должен быть обеспечен одеждой и что это должна быть за одеждой. Думаю, такие аспекты должны быть проработаны во всех договорах коллективных, так как прописывать их вручную в каждом договоре емкий затратный труд. Однако, как и все прочие работы, они должны быть выполнены без относительности к сложности выполнения. Ибо это, как мне кажется, очень сильно должно помогать рабочим в спорных вопросах при конфликтах с работодателем, так как работодатель обязан соблюдать все аспекты, прописанные в коллективном договоре. Соответственно, если несколько пунктов не будут соблюдены даже из приложения, то рабочий будет иметь возможность стоять на букве договора по тех или иных претензиях со стороны работодателя. А если бы такого проработанного приложения не было в договоре, то рабочий, как и в ситуации, должен был бы сам листинитарные нормы и прочее и трудовой кодекс. В общем, здесь большой объем работы, который логично неправильно не взять в этот раз при прорабатывании конкретного договора на коллектив. И сколько этих приложений? 30, по-моему, там было, или около того. 33? 33. А вот это тоже вопрос о том, как можно было поступить. Как вы понимаете, если это 33 приложения, чтобы по всем этим приложениям договориться, и они бы вошли в коллективный договор, как его составная часть, это могло растянуться на совершенно немыслимое время. А у них, как бы, вот договор уже был, и можно так вот находиться в неразрешенном противоречии, дескать, мы никак не можем договориться по коллективному договору. Если, вот скажем, во всем объеме, вот какой есть в этом коллективном договоре, с включением всех противоречий, вот договориться, никак не договориться, поэтому договорились по главной части, договорились, подписали коллективный договор, теперь начинаем договариваться по первому приложению, Потом по второму А уже договоренность есть Уже основа для того, чтобы не было Какой-то войны между работниками и работодателями А чтобы Конструктивная шла работа Третья, четвертая, пятая Тридцать третий Ну, наконец, подписали И вот теперь он в полном объеме А иначе люди хотят Получить все и сразу И получается это большой конфликт А здесь наоборот Все потихонечку Соответственно, трудно Отценить эти приложения Кроме как, это что-то положительное Наличие их в коллективном договоре И радует, что их все-таки смогли заключить При диалоге и переговорах Подводя итог Лично я могу с твердой уверенностью заявить Что про чтение данного коллективного договора Было достаточно интересное времяпровождение В причине того, что это будет знание для меня Небольшая экскурс сфера труда такой организации Про которую я мог раньше думать Скучительно стереотипами И, естественно, не так глубоко Как после прощения договоренности во всех подводных камнях Такой фирме Которая занимается работой с грузом Достаточно большого веса В условиях, которые, мягко говоря Не располагают к работе Минусовые температуры Химические, радиоактивные опасности Ночные переработки Радует, что, судя по полученному Время поиска данного договора Информации Есть договоры от 2017 года Что говорит о том, что фирма Которая заключила договор Такого уровня проработки с годами Вероятно, только набирает обороты Соответственно, мои опасения Про коробство И все остальные острые углы договора Не являлись проблемой При взаимодействии работников и работодателей Спасибо Нет, ваши опасения Подтвердились Потому что тот договор Который последний заключен Он хуже по показателям Для работников, чем раньше Потому что В тех условиях Когда сократился объем грузов Удержать те же уровни Социальных норм Не удалось докерам Несмотря на то Что они предпринимали Такие же меры Но вы хотя бы заключили Тоже хотя бы положительный момент Заключить Это важно в содержании Того, что заключили А не просто заключили Заключить можно Где все время Одна сотая от того В каждой позиции Сделать И тоже можно заключить То есть Это вот Некоторое отступление Произошло Но отступление Перед лицом Вот таких обстоятельств На которые работники Никак не могут повлиять Более того И руководство Вот этого порта Это конкретно Тоже не может повлиять Обидно Потому что есть компания Потому что на самом деле Работодателем у нас В законодательстве Называется что? Хороший вопрос Что? Работодатель это что? Организация 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 Так организация Работодатель А вот директор Это не работодатель Генеральный директор Генеральный директор Это представитель работодателя Которого кстати это генеральный директор работателю убрать нет никаких проблем его легче убрать чем докера потому что до докера защищенные профсоюзом а генеральный директор на исич или можно его убрать везде всем что след пошел на поводу коллектива или не сработал с коллективом этого не сработались колик свою bestigeint генеральный директоры все завтра уже не прыгать и пошел завтра не приходите что то есть вот такая штука по этому вот иногда вот недоговоренность там с понимающим генеральным директором связано с тем что он тут и понимает но он никто не разрешит это сделать еще он это не против меня нет ну можно но вы уже не будете генеральным директором и тогда так на переговорах участие такое печенье что разговариваю с умным умным человеком потом вдруг по какому-то вопросу вам ну как будто подменили подменили человека а потому что мы сказали а вот поэтому вопрос нельзя вообще да ну вот вы можете это сделать но больше вы не будете на этой должности поэтому тут тоже есть эти но скажем нога работа это у нас есть вот так как люди которые выше а докер это у нас тоже есть люди выше мы пойдем вот так мне нравится то что вы говорите мы сейчас пойдем в пригаду может меня там покроют связи с тем что мы с вами договорились сейчас я пойду вот я в следующий раз вам приду расскажу в следующий раз приходит вы знаете я же тут меньшой балда пошел пошел в большом балде бригада мне такого наговорили что больше это и не буду делать все вот и все поэтому и тут два двойное и тут двойное дно а если начинает люди так и считать что они вот если они представители они все решают они вот могут сделать грубую ошибку от каретников сделал грубую ошибку докер на переговорах так что он в раз вам на переговорах официальный переговорщик вот раз он договорился это все записали протокол конец по этому пункту а вот эти остались 24 тонны а уже до этого была проделана работа вызвали медицинских работников специальную фирму определили что при перегрузке 12 тонн груза возвращается через некоторое время в прежнее положение в нормальные так сказать параметры деятельности организма а при перегрузке свыше 12 тонн и уже не возвращается то есть идет необратимый процесс и он договорился с работодателю на 24 тонна 24 тонна и осталось попробуйте придать что это делаю сдвинь и передвинь а то что инвалидности идут и идут и идут люди на на инвалидность постоянно связи с тем что это никакими вот никаким отдыхом не перекроешь не пробовали передвинуть за смену 24 тонны но все это надо на один метр передвинуть из вагона и на поддон всего-то 24 тонны а было 64 раньше вот они 64 дошли до 24 она 12 и свой же товарищ на 5 это дело пропустил а теперь ходят и мучаются как пойдут среди по этому больницу там страшные боли там скрученные прямо все такие так ну что вы скажете по поводу доклада вам представлен вот народ зря ведь не скажет спасибо так видите я бы мог бы что-нибудь вам плохое сказать но во первых я уже вам по дороге там такие попытки делали такое спокойно но не сильно плохое но мешал вам может сказать отвлекал рассекал и так далее вот а в целом конечно сложно прервать не осознать пути да но зову ведь он это и хорошо видно что большой пояс мгновенно остановить нельзя господа весы до потом а я как специалист вот я по управлению свое время был доцентом кафедры управления планируем социально-экономических процессов его изучил что такое управление не значит такое управление правление вы знаете что к управлять скажите не хочет сказать она нас не уважать не выгнаешь чтобы управление но скажите процесс процесс да когда и слезы из глаз текут это тоже процесс это и есть управление не за что такое управление какой процесс процесс активного направления можно я скажу ну вот значит управление в самом абстрактном виде и метафизическом я выскал виде не в диалектическому определяется так есть некий субъект есть некий объект есть воздействие субъекта на объект вот деятельность направленная на движение субъекта сознательная деятельность то есть когда субъект подчиняет движение субъекта своим целям называется управлением подчинение субъекта целем подчинение объекта целям субъект это управление тем что это управление управлять можно может жена вами вот когда будет у вас жена вот узнаете чем вот нам профессор рященко объяснял так что он может находится под шкафом а там жена швабра его достается он говорит я человек свободный хочу были захочу не были власть власть тьмы бывает мало ли чего власть это управление так вот так вот представьте себе вы едете на поезде и вдруг вам сбрело в голову направить движение поезд в бок так вот на самом деле на самом деле надо вот диалектическое понимание управления состоит в том что всякий объект противоречив он движется и в нем есть позитивная тенденция негативная и вы можете приложить усилия не к тому чтобы толкусь куда-то в бок а поддержать должны какую тенденцию вы какую будете поддерживать прогрессивная вот она будет прогрессивная вы какое я регрессивная вот я и понял поэтому все что хорошее про вас до этого говорили отменяется и вы вноситесь в черный список навсегда я привык то он ягод так я так и знал долго я это откладывал а почему потому что я больше всего люблю страшные приключения вот так что вот это вот управление потому что на самом деле управление не состоит в том что вы просто куда угодно ткнете и куда угодно направить и управление должно быть направлено вы должны видеть борьбу противоположных и поддержать борьбу прогрессив и притормозить регресс вот это в этот в этом состоит управление это касается и между прочим конфликтологов конфликтологи занимается не тем что вы сейчас давайте вы говорим вы не конфликтуете вы не боретесь в этой ерунда а конфликтолог может поддержать прогрессивную тенденцию кто бы с ней не выступал и И против реакционной, кто бы с ней не выступал. А иначе, потому что конфликтолог это двигатель прогресса, а не тормоз прогресса. Я правильно понимаю? Вы же конфликтолог? Да. В становлении. Так вас похвалили? Хоть вы из становления, а вас уже хвалят. Приятно. Приятно, конечно, хорошо. Вопросы есть к докладчику? Что, не придумали никаких вопросов? Вы что, не раздали вопросы, что ли? Участников? Нет, я решаю. Как же вы готовитесь? Вот надо было сразу перебрессовать. Конечно. Иван, ты, наверное, не считал же коллективные договора последующие, там, на 2008 года? Как ты думаешь, в какой сторону они изменились и что там добавили? Ну, а учитывая то часть изданий, которые получат Василий сейчас, и чтобы предположить, что какое-то время они были учитываться с позитивным движением в сторону рабочих, а потом в связи с наступлением периода санкций, с тем, что у нас началось... Хотя здесь в 2008 году и кризис экономически ударил по мировой экономике. Потому что это хороший вопрос. Но если не превратили все факторы, а брать уже именно, что как бы вот, как я представляю себе, что это могло быть не так, думаю, в году 2014-2015, ну, ладно, 2013 уже может быть, пошел небольшой спад регресс, потому что началась именно вот от мирового сообщества наша небольшая, так сказать, травля. Поэтому, вероятно, число груза, которое у нас в Петербург прибывало, скорее всего снизилось, и поэтому работодатель был вынужден все-таки урезать те или иные бонусы для рабочих. Но это звучит так у меня. Чтобы был небольшой прогресс, я думаю, в сторону повышения, а потом все пошло спад. Была всероссийская компания, российские грузы в российские порты. Потому что вот у первого заместителя председателя Совета Министров Аксененко был сын, который имел компанию в прибалтийских портах. Он туда и направлял грузы. Поэтому, значит, компанию развернули по решению Российского комитета рабочих до такой степени, что журналисты уже там, уже от себя приписывали, что, я сказать, вот председатель первой северной компании сказал, что, говорит, товарищ Сталин расстрелял Аксененко на месте. Примерно в таком тоне уже были высказывания. Короче говоря, сняли этого Аксененко и грузы пошли сюда. То есть по-разному. Не только, как говорится, мировая закулиса, но и внутреннее некоторое противоречие приводили к тому, что могло не быть грузов. Ну а сейчас, конечно, раз решают люди, то есть не я в России и не российские, то куда и какие грузы придут, даже не знаю точно. Это, так сказать, контроля нет над этим. Так, у вас какой вопрос? Да, так, пожалуйста. Иван, как вы считаете, содержание будущих коллективных договоров в различных компаниях, содержание их будет ухудшаться или улучшаться? Хороший вопрос, Анна. Принимаем внимание, ну... Нет, вы давайте, что хороший вопрос, это ясно. Вы хороший ответ давайте. Сейчас я буду давать хороший ответ. Принимаем внимание на нашу экономическую ситуацию, я бы сказал так, если компания наша не будет сильно подвержена санкции от первого сообщества, То есть это будет такой вид деятельности, который может на нашем родном рынке продолжать действовать, не принимаемое внимание отсутствие тех или иных инвестиций со стороны других государств или торговли с другими государствами. Ну, на мировом рынке, то есть какие-то государства, естественно, на нас не накладывали санкции, но все еще рынок у нас несколько ограничен. Если такие компании будут через рядовые договоры, то вероятно, я хочу сказать, что для них ситуация будет в дальнейшем, как минимум, точно не ухудшаться. Про улучшение ситуации в нашем рынке нужно уже говорить по низшей именно производства. Если это будет производство, не знаю, к примеру, матрешек условных, то я плохо себе представляю, конечно, этот труд, но вероятно, для него проблемы с санкцией не возникнут. Деревья у нас есть, каска у нас есть. Условно говоря, очень абстрактно, без точных примеров. Вы поняли, что товарищ может работать в Министерстве иностранных дел. Дескать, вот если вы задаете вопрос, он скажет, но если дождь будет, то мы промокнем. А если солнце выйдет, то мы высохнем снова. Я модель ООН веду. А остальное, а более конкретно, это вы у самого министра спросите. Тут и все. Я просто на модели ООН работаю уже позитивами, поэтому я умею высохнуть. Понятно, да. Вот там еще какой-нибудь язвительный вопрос задайте ему, чтобы он не ответил. Ну, а на засыпку? Что это за вопрос? Это не вопрос вообще. Что хорошего-то? Что хорошего у него? Ну, скажите, что хорошего в этом докладе. Чем он вам понравился? Ну, раз человек не хочет вам вопрос задать, она просто знает, чем он хороший. Ну, в чем он хороший? Чем он такой хороший, что нечего о нем сказать? Так, что ли? Ну, о добром-то, о хорошем человеке-то скажите, хочешь что-нибудь хорошее? Скажи, народ, а все ли в черном две девушки сидят? В черном таки сидят? Таурно. Трава, туча такая, где сказать, ну, выходи, выходи с докладом. И что вы такое говорили? Что-то хорошее, но что хорошее? Ну, что хорошего-то у него? Ну, это как-то печально, как-то кончается ваше доклад. Да, я... Подозрительно. Подозрительно. Кто-то спасет ситуацию здесь или нет? Давайте, Андрей. Вопрос? Да, вопрос или похвалить меня. Ну, как-то вы какое-то заключение какое-нибудь сделаете, а то какой-то... Вопрос похвалить можно? Да. В целом было неплохо, если ты, конечно, еще, как обычно сделал произведение без телефона и бумажек, это было вообще... Ну, это было невозможно, Андрей. Но так тоже сойдет, все целостно было без... То есть он намекает, что вы как Брежнев выступали? Ну, Брежневу тексты писали другие люди, а мой текст написан сам. Не знаем, вам прислали по электронной почте на ваш телефон. Он сам писался, что ли? Да. Стоял? Нет, я подтверждаю, что он сам писал, потому что у меня к 4 евро я писала. Но я не хочу ее сам. Где так его рук сделать? Да. Я обращаюсь. Мы создадим комиссию, и если комиссия признает, что это его текст, то оценим положительно. А вот комиссия из тех, кто в черном, а двое в черном, а один в белом. И вот она и решит. А я в сером. Ну, это понятно. У нас это нормально на факультете философии. Вы же знаете, что, как Гегель говорит, что символ философии – это сова Минеру. Она серая вылетает в сумерки, и серым по серому пишет свои письмена. Дяжело прочитать, наверное. Вот так. Ну что, спасибо вам большое. Вам спасибо. Приятно, было интересно, полезно послушать. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, когда рассчитывали в следующий раз? Вот это в белом у нас. Да. В следующий раз, да? То есть вы должны его провязать, я правильно понял? Я это сделал. Ну, вот это хорошо. Ну, поскольку у нас есть еще некоторое время, да, с конца, мы не будем забывать, что… Я уже несколько раз поднимал этот вопрос, и поднимал я не случайно несколько раз, потому что на самом деле он перед всеми стоит. Я вот поднимал вопрос о том, что при разрешении конфликтов любых, социально-трудовых, надо исходить не из того, что хорошо бы их разрешить, а исходить из того, чтобы те требования, которых добиваются, работники, они, по крайней мере, обеспечивают какой уровень? Вот самый главный критерий. Какой? Достатка. Ну что достатка? То, что достал, то и съел. Это значит, люди в достатке живут. А не достал и не съел. Ни о чем это не говорит, достаток. Какой уровень надо? Минимальный обеспечивать. Товарищи конфликтологи. Ну, вам же надо тоже критерии задавать. Вот мы здесь разрешаем эти конфликты. Так как вы их разрешаете? У вас какой-нибудь есть уровень, к которому вы хоть подтягиваете те требования, которые должны выдвигаться? Иначе, если требования, так сказать, пустые, и конфликт пустой, и никчемная эта вся деятельность, и выдвижение требований, и соблюдение процедуры, и все это никчему. Какие требования к требованиям предъявляются? У нас об этом я начну разговор. Я отнесу на свой адрес. Что я недостаточно подробно или достаточно твердо акцентирую. Требования к требованиям работников? Да, к требованиям работников. Чтобы эти требования, они были направлены на улучшение условий труда работников? Ну, понимаете, вот они направлены на улучшение, на 0 целых, и дальше много-много нулей. 16 нулей, и там единица в конце. Это будет на улучшение. Поэтому это слабо. Это слабо. Просто на улучшение. А я вот уже поднимал этот вопрос и снова к нему возвращаюсь, для того, чтобы мы все-таки это как-то закрепили у себя в голове. Что требования должны быть направлены, как минимум, на то, чтобы население России воспроизводилось расширенно, а не суженно. У нас вот катастрофическое положение. Катастрофически сокращается население России уже в этом году. Более того, оно у нас сокращается, начиная с начала 90-х годов. О чем это говорит? Ну, о чем это говорит? Это вот говорит о ситуации в экономике. Кто в этом виноват? Можно сказать, что в этом виноваты те, кто является работодателем. Хорошо, да. А работники? Вы какие-то такие требования выдвигаете, что в результате заключения всяких договоров и выдвижения требований? А требования чаще не выдвигают, а протестуют. Вот когда кто-то будет умирать, может все время протестовать против смерти. Эта смерть не остановит, как известно. Протесты против смерти. Поэтому точно так же, как, скажем, вот эти работники Сынагинского комбината. Если они сейчас будут ходить просто протестовать, ну, у них просто нечего есть им. Три месяца они не получают зарплату. А если люди не могут? О чем? О каком здоровье может идти речь? И надвигается зима. Ну, какие-то у них, может быть, деньги были? Ну, какие деньги могут быть у рабочих, которые получают маленькие очень зарплаты? Поэтому никаких запасов нет. В долг, ну, могут люди там какие-то дать на какое-то время. Оно именно тут не на какое-то большое. Поэтому минимальные требования или требования к требованиям, это должны быть такие требования, которые выводят, по крайней мере, благосостояние работников на уровень нормального воспроизводства. Согласны с этим? А может тогда вопрос встречи? Да. А вот если возьмем, например, политические протесты и митинги, там, в основном, чисто мы против коррупции, условно. Это не политические, это пустые. Политические, значит, политическую цель надо поставить. Это будет политический митинг. А если просто мы против коррупции, ну и что, что вы против? Да все против коррупции. И коррупционеры против коррупции. Потому что они же не единственные. Если я коррупционер, и он коррупционер, я против его коррупции, он против моей коррупции, мы против коррупции. Что это дает? Ничего. Поэтому ничего политического, это видимость такого политического. А политику мы с вами разбирали. Что такое политика? На философии мы разбирали, что такое политика. Товарищ в белом, политика это что? Да ведь что, политический незрелый? Что такое политика? Хорошо, вы же говорите о политике. Что такое политика? Я могу сказать красиво. Это торговля угрозами. Торговля угрозами. И сколько вашей угрозы стоит? Ну, я не знаю. Почем ваша самая дешевая угроза? 100 рублей. 100 рублей? У меня таких маленьких денег нет. Я 500 беру. Вот это уже более серьезно. Значит, иначе я вот начинаю уже думать, что зря я вам читал эти лекции. Или лекции не зря, зря эти экзамены поставил, хорошие оценки. Или дело в другом, что все было правильно, и вы правильно все занимались, и я вроде лекции правильно читал, но все хорошее тоже забывается, если его не применяешь. Так если мы с вами выработали позицию, что такое политика? Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Правильно? От того, что я буду кричать, что я против вашей политики, никакого продвижения в этом отношении для прогрессивных сил в завоевании и удержании, и осуществления государственной власти нет. Потому что для осуществления вот этой задачи, что нужно делать? Нужно, чтобы класс соответствующий был. Во-первых, чтобы класс был прогрессивный. Если он реакционный, то он не может вести реакционный класс в прогрессивную политику. А как понять, какой класс? Как вы считаете, в эпоху перехода от капитализма к коммунизму, какой класс реакционный, какой прогрессивный? Сейчас какая эпоха мировая-то? Масштабы должны быть у вас крупные, мы считаем в этой аудитории масштабы, какую мы эпоху живем, эпоху перехода от империализма к коммунизму, в эту эпоху, и эта эпоха очень противоречивая развивается, например, такие страны, как Советский Союз, там Венгрия, Болгария, Румыния. Югославия, Польша, Чехословакия потеряли и вернулись обратно в капитализм. Советский Союз тоже вернулся обратно в капитализм. Китай, который пока не построил социализм, не вернулся в капитализм, наоборот, он вышел практически на первое место в мире по паритету покупательной способности. Кризиса там нет, кризисов там нет. Повышение благосостояния народа идет систематически. Поэтому, когда начинают говорить, вот мы живем в капиталистическом мире. Мы не живем в капиталистическом мире. Мы в капиталистическом мире жили до 17-го года. С 17-го года ни грозу не было ситуации, чтобы не было социалистических стран. Социалистической страной называется не страна, построившая социализм, а страна, которая совершила социалистическую революцию. От совершения социалистической революции до построения социализма как до неба. Сколько в России строился в Советском Союзе социализм? Лет? Хороший вопрос. Хороший, если бы, если бы. Мы же живем в России, не в Японии. Кода 3-4. 3-4? Хорошо, вашими словами медики. Значит, начали строить в 17-м году, а построили в 1936-м. Сонич, построили. Это значит, что вся собственность стала общественной. В двух формах. Государственной и кооперативно-колхозной. Вот до 1936-го года были 5 укладов. Коммунистический, госкапитализм, частнохозяйственный капитализм, мелкобуржуазный уклад, мелкотоварный и патриархальный. Когда человек что-то сделал, сам же и сел. Никакого не на продажу. 5 укладов. Когда эти уклады все постепенно исчезли, победил уклад самый передовой, он победил экономически уже. Потому что это не решается политическим путем. Это решается, прежде всего, развитием производства. Крупная машинная техника победила мелкое крестьянское хозяйство и мелкое какое-то ремесленное производство. И вот поэтому НЭП, например, никто не закрывал. Зачем закрывать НЭП? Вы производите пирожки, и я произвожу пирожки. Я произвожу миллион пирожков, и вы производите пять пирожков. Ну, как кто-то победит? Понятное дело. Приходите ко мне работать. Потому что у вас другого выхода нет. Поэтому он, так сказать, изжил себя, этот самый НЭП. В этом самом Китае миллиард четыреста миллионов. Теперь, значит, в то же время страна, крупнейшая страна капиталистического мира, США, имеет мощные позиции, какие? Экономические и политические. Экономические найдите на порядок выше, чем Россия. Потому что Россия растеряла весь тот потенциал, который был у Советского Союза. Сейчас Россия выпускает 1,7 мирового ВВП. А в Соединенных Штатах Америки 17% мирового ВВП. А вот по паритету покупательной способности Китай обошел сейчас в Соединенных Штатах Америки. Но они пытаются вести какие-то торговые войны. А какие торговые войны, если у вас темпы роста выше, и по паритету вы уже обошли? Как и воюй, не воюй, все определяется уже не на рынке, а определяется в производстве. Все, что надо, все производится. Космонавты там есть, в космос летают, ядерное оружие есть, ракеты есть. Но военно-ядерный, аркетно-ядерный потенциал Китая меньше, чем у России и меньше, чем у США. Поэтому, скажем, Россия со своим экономическим потенциалом заинтересована в союзе с Китаем. И тогда ее не съест Америка. А Китай заинтересован в союзе с Россией. Тогда ее не съест Америка. Поэтому получается, что, скажем, та организация, которая создана, Шанхайская Организация Сотрудничества, она является таким странным образованием с точки зрения того, что здесь представители разных систем. Одна система капиталистическая в России, а другая система, строящая социализм. И вдруг туда присоединяются другие парочки ядерных держав. Год назад туда вступили Индия и Пакистан. И поэтому в Шанхайской Организации Сотрудничества четыре ядерных держава. Но, правда, Пакистан и Индия друг друга не очень долюбливают на данный момент. Они даже очень друг друга не любят, но они на всякий случай под зонтик забрались к России и Китаю. Теперь Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы считался тоже потенциал китайский. А Китай говорит, да что считать, у нас мало-мало. У нас ничего нет? У нас почти ничего нет. И пока этого не удает. Действительно, вы вот там с Россией давайте меряйте свой потенциал. Вот Россия и США держат примерно на одинаковом уровне потенциал. И такая любопытная картинка для выяснения моментов, когда собирается конференция министров иностранных дел стран ШОС, Шанхайской Организации Сотрудничества. В это же время, в этом же месте собирается совещание министров обороны этих же самых государств. И поэтому, скажем, когда была эта проблема с КНДР, вы видели, как там, какая была перепалка между Трампом и Ким Чен Йором? А и Китай, и Россия так говорят, ну, это надо договариваться, надо спокойно разговаривать. Расставать надо. Да, давайте спокойно как-нибудь разговаривайте. И тогда Трамп уже пишет в твиттере, что, слушай, Ким Чен Йором, зачем ты называешь меня старикашкой? Сам же старикашкой. Да, я же не говорю тебе, что ты маленький и толстый. Я хочу с тобой подружиться. И вот это дружба, они уже встречаются, потому что это же международная политика. Что значит? А когда вот, когда дружат? Вы со мной дружить хотите перед засчетом? Естественно. Я мой лучший друг. Я такой, по крайней мере, до засчета он мой лучший друг. До засчета и пара гипплосла, в всякий случай. Ну, да, может и три даже. Может быть, даже три. А в особой ситуации можно даже чьи. Приятно иметь дело с понимающим человеком. Вот такая, так поэтому политика-то, это что такое? Это борьба классовая. Раз борьба, так надо на нее смотреть, как борьбу. А люди выходят, говорят, я против. Это вообще никакая не борьба. А что делать тогда? А? А что делать тогда? Ну, какие требования-то выдвигают тех, которые против? Ну, что вы хотите? Чтобы коррупции не было. Ну, вот я скажу, чтобы коррупции не было. Вы знаете, что такое коррупция? Коррупция? Мы в каком обществе живем? В капиталистическом. Какой главный принцип капиталистического общества? Ну, я, какого у нас? Вот у нас, вот скажем, я жил при социализме. Вы и не жили при социализме. Это говорит о том, что я уже старый, а вы еще не такие старые. Вот он не такой старый, как я. Значит, какой был принцип при социализме? Приоритет общественных интересов, правильно? То есть так, чтобы это, сказать, вот я должен был заботиться об общем деле, об общем благе. И закон был производства такой, что обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития. Не моего только, а всех кленов общества. А если мы живем при капитализме, какой принцип? Получение прибыли себе. Это прибыли себе. А если общий принцип, приоритет личных интересов. Вы конверт видели почтовый сейчас? Да. Что на первом месте пишется? Что, допустим, ну, вас в математике учили от общего, философии от общего к частному, да? То есть там, допустим, Россия, Санкт-Петербург, улица, дом, квартира, фамилия. А сейчас Иванову. Фу, Иванову. Потом, оказывается, пишется дом, улица и в конце внизу Россия. И что, думаете, вот как считают эти стихотари? Они должны это считать? Принцип приоритета личных интересов. И вот я стал добропорядочным, буржуазным гражданином. Ну, понимающим, как оно устроено. Если я понимающий, я понимаю, что принцип сейчас приоритет личных интересов. Меня сделали министром. О чем я должен думать прежде всего? Себе. Вот приятно иметь дело с умным человеком, но приятно. Вот учитесь. О себе я должен подумать. И она спрашивает, как преодолеть коррупцию. Ну, никак ее нельзя преодолеть при капитализме. Никак ее нельзя преодолеть. То есть надо обратно возвращаться к социализме, да? Не обратно, это мы обратно пришли. Вперед надо идти, а мы пришли назад. А мы посещаем, скажем, да? Еще кружочек навернуть? Да, мы шли назад. Надо снова пойти вперед. Понятно, если требуется, чтобы вы действовали в общественных интересах, то что же вы тянете себе все в карман, да в карман. И туда норовите там. То есть при социализме коррупция есть, тоже есть. Но не в таких масштабах. Потому что там некуда деньги тратить. И Ленин говорил, что как вот с этим бороться? Надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, в кавычках, участвовал в управлении. И никто не мог стать бюрократом. То есть если я не знаю, как управлять, то я не могу проконтролировать. А если я в этом участвую, то... И для этого выделялось время. Планировалось в программе 6 часов производительного труда и 2 часа обучения военному профессиональному искусству и практическому обучению технике государственного управления. Если вы будете знать, как управлять, тогда вы меня можете проконтролировать. Тогда, может быть, вы поймаете меня как коррупционера. А если вы ничего не знаете, вы ничего же тут не понимаете. Вы что пришли? Вы же не профессионал. Я профессионал. Вы ничего не знаете. И все. Поэтому невозможно бороться с коррупцией, если нет всеобщего участия в управлении. А для всеобщего участия в управлении надо, чтобы дело было общее. Поэтому политика начинается с формулировки целей. А цели даже связаны не с тем, что мне в голову придет, а с какими-то классами, у которых есть прогрессивные интересы. Если это не прогрессивные, ну какие у него будут. Человек будет говорить про коррупцию. Если я буду распихивать все деньги, я борюсь с коррупцией. Борюсь с коррупцией. Я это все рассовываю. Так я могу сколько хочешь говорить. Вот что делает, допустим, Навальный? Вы обратили внимание, что он миллиардеров не трогал? Медведев не миллиардер. Одного там. Одного. Косок. Да, да, одного. Нет, который кибискоскал. Одного. А у нас есть, вот, например, мы говорили с вами про порт. В порту существует собственник трех компаний, господин Лисин. Лисин, он же еще и собственник, скажем, детейных заводов больших. Значит, у него 17 миллиардов долларов. И вот эти дохеры пытались с ним бороться успешно. 17 миллиардов долларов. Поэтому он о том, откуда деньги, не говорит. А что такое борьба с коррупцией? Если я вот миллиардер, а вы на службе у меня, то есть в правительстве у меня, то есть в правительстве, кто у кого на службе, миллиардеры на службе у правительства или правительство на службе у миллиардеров? Смотри, какая страна, наверное. А? Смотри, какая страна. В нашей стране, в любой стране. Но если правящий класс буржуазии, то это слуги буржуазии, правительство. Правительство и богача. Ну, вот, значит, я заинтересован, чтобы у нас было дешевое правительство, чтобы вы не сильно много денег. Ну, там, видимо, возьмете полтора, три, четыре миллиона, ничего страшного. Ну, так сильно-то не увлекайтесь, поэтому я вот попросил товарища заняться борьбой с коррупцией. Он борется, чтобы вот это вот наши чиновники много не брали, потому что иначе у нас утекает, у миллиардеров. Ну, а если кто-то там уж по пути один миллиардер попадется, иногда и с ним немножко они сражаются, но это недолго. А в основном речь идет о чиновниках всякого плана. А чиновники люди строго ограничены в своих функциях, и все. То есть это тоже не политика, это какая-то цель неглубокая. А политика это связанная с такими скрупными движениями, с прогрессом. Вы же за прогресс, вы с самого начала объявляли сегодня, что вы за прогресс. Я просто просил, потому что сейчас не происходит, или бы, митинги, протесты. Спасибо вам за занятие. Всего хорошего. Спасибо, что это свидание. Спасибо. 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 Спасибо.